Похоже, вводить в любые игры элементы хоррора стало модно. Завораживающие уровни в мрачном Death Stranding, загадочном Control, опасном The Last of Us 2 и сумасшедшем Cyberpunk 2077 тому подтверждение. Это разбавляет геймплей необычной атмосферой и придаёт новизны сиквелам до ремейкам. Это и привлекает разработчиков. Не нужно изобретать велосипед, чтобы быстро добраться из пункта «Аккуратный сиквел» в пункт «Самобытное продолжение». Сегодня мы расскажем о шести самых страшных уровнях в играх за пределами жанра ужасов. При этом здесь не будет банальщины вроде уровня с Игошей и Кровавым Бароном из Ведьмака 3. В милой и весёлой детской игре Ratchet & Clank Rift Apart почти любое монструозное существо выглядит так, будто его заставили вести детский утренник. Оно и не мудрено. Игру изо всех сил делают, что называется, family-friendly. Однако впервые во франшизе героям приходится столкнуться с уровнем, где внедрены мощные элементы хоррора. На одной из планет под названием Cardelion есть станция Кедара, куда Ratchet прибывает по важному спойлерному заданию. Одно из измерений станции ведёт в заброшенные тоннели, кишащие амебоидами и прочими неприятными противниками. Но главным врагом оказывается монстр по имени Добряк. Робот, встречающий Ломбокса на станции, говорит, что Добряк его друг и лишь иногда может вести себя агрессивно. Однако, когда вы сталкиваетесь с агрессией существа, то понимаете, что ни о какой дружбе речь не идёт. Кровожадная тварь начинает охоту на вас по всем тёмным катакомбам уровня. Страха нагоняет то, что монстр неуязвим для вашего оружия. Всё, что геймер может противопоставить чудовищу, отвлечь его с помощью пищи. Пока Добряк сосредоточен на еде, вам нужно срочно найти выход, решая простые экшн-головоломки. Но мрачнейшая атмосфера и вырубающийся свет заставляют держать в напряжении и изрядно потеть. Хоррор-уровень в детской игре может пощекотать нервы взрослых людей, особенно на высокой сложности. Это ли не идеальный пример того, как стоит внедрять элементы ужаса? Сабнотика. Одна из самых неожиданных игр в плане перехода в хоррор. Начало сурвайвала не предвещает беды. Вы будто идеально приземляетесь на участок, где на небольшой глубине плавают добрые и безобидные создания, которые вот-вот станут вашими лучшими друзьями. Умиротворяющая музыка, светлые тона построек и инструментов буквально кричат о том, что вас ждёт приятное и ненапряжное приключение по созданию собственного подводного городка. Но буквально через несколько часов игры обнаруживаются враждебные флора и фауна. С увеличением глубины окружение приобретает всё более мрачную атмосферу. Смена дня и ночи вообще заставляет вас ориентироваться по интерфейсу и сидеть в напряжении от того, что сзади может проплыть какое-то неизведанное создание. Музыка также становится нагнетающей и мрачной. И вот ещё через несколько часов игрок осознаёт, что попал на ужасную планету, где пришельцы вели эксперименты, создавая кошмарных тварей. А некоторые обитатели подводного мира из вида «Левиафан» способны издавать пронзительные звуки и нападать как чудовище в скримерах сценах из хоррор-игр. Добрая и светлая игрушка на глазах превращается в суровые испытания, которые не каждому удастся осилить до конца. Геймеры, которым не нравится жанр хорроров, могут забросить проект ещё на уровнях со средней глубиной. Однако самая страшная, на наш взгляд, локация — это затерянная река. Уникальный пещерный биом, где вы встретите самых опасных и злобных созданий. Вся подготовка к встрече с ними может рассыпаться как карточный домик. Ведь у многих существ есть свои опасные особенности, вроде электромагнитного импульса кальмара-краба. А ещё страх усиливают скелеты самых крупных существ вселенной Сабнотики. Такой крутой подход к геймдизайну Сурвайвала явно заслуживает место в нашем топе. Напишите в комментариях, удалось ли вам пройти всю игру до конца. Ravenholm из Half-Life 2 — это абсолютно гениальный страшный уровень. Большая часть Half-Life 2 — это безостановочная битва параллельно с бегством от врагов. На некоторых миссиях вы ощущали себя вооружённым до зубов терминатором, который может справиться с армией на раз-два. В Ravenholm же, как минимум, на старте вы имеете на руках только гравипушку, а вокруг нагнетающая городская местность с толпами зомби и стаями хэт-крабов. Антагонисты из комбайн устроили в городе мясорубку и выжгли всё живое. Это место считается уникальным по двум причинам. Во-первых, игра подавляет мощь вашего персонажа, прежде чем отправить в этом богом забытое место. Во-вторых, саунд-дизайн у Ravenholm настолько хорош, что если игра была бы на PlayStation 5 с её 3D-звуком, вы бы оборачивались в своей квартире после каждого шороха. С момента прибытия в город, Gravy Gun используется как для решения пазлов, так и для защиты с помощью колющих и режущих объектов, разбросанных по локации. Поиск всех подручных и неподручных средств превращает каждый энкаунтер в интенсивный и напряжённый челлендж. Ситуация усугубляется тем, что зомби тут выглядят вполне человечными, в отличие от безмозглых трупов на ногах из Left 4 Dead 2. Прорывающиеся сквозь управление хедкрабами остатки людского могут умолять вас убить их. Со временем появляется новый тип противников — бегающие и прыгающие зомби. Они способны догнать и разорвать вас за секунды. Когда опасность достигает пика, лишь одинокий вооружённый человек будет помогать вам пройти оставшиеся круги ада. Отец Григорий — единственная ложка мёда в этой бочке дёгтя и единственно известный выживший в городе, из-за чего Григорий остаётся одним из самых запоминающихся персонажей в серии Half-Life. Это действительно один из самых ярких уровней в игровой индустрии. Из-за него душа по-настоящему уходит в пятки, несмотря на то, что игра — боевик, а не хоррор. Кто ещё смог? Так же. Red Dead Redemption оказалась неожиданной игрой в плане мистики, происходящей в ней. Но сегодня речь пойдёт об одном из самых, если не самом страшном уровне в игре. Конечно же, речь про болото с гигантским аллигатором. До этого уровня Артур и остальная шайка не попадали в действительно страшные ситуации. А иногда и вовсе в игре преследует ощущение, будто сюжет пройдёт под девизом «Акуна Матата». Банда ловко расправляется с первыми оппонентами и дальше идёт рыбачить, охотиться, отдыхать в пабах и заниматься другими весёлыми делами. До тех пор, пока не наступает нужда добыть лодку у местного рыбака посреди ночи. В этот момент игрок вступает на территорию ужаса. Рыбак не сообщает героям о том, что водится в этих опасных водах. Но когда впервые вы видите движение огромного силуэта в воде, становится реально жутко. От гигантского зверя частично спасают лишь бегство и огнестрел. В определённый момент из воды показывается исполинских размеров аллигатор-альбинос, способный разорвать жертву в считанные секунды. Этот уровень раз и навсегда доказывает, что аллигаторы — опаснейшие кровожадные животные, которым нельзя соваться без серьёзной подготовки. А также локация служит ещё одним примером того, что в боевике можно великолепно имплементировать элементы качественного хоррора. Уровень со свалкой андроидов из Detroit Become Human не только служит главной точкой перемен для истории персонажа Маркуса, но и демонстрирует, на какие ужасы способно человечество, возомнившее себя богами. Свалка андроидов — это кладбище или даже чистилище с неупокоенными душами. Большинство роботов уничтожено, но некоторые всё ещё цепляются за остатки своей искусственной жизни. Человекоподобные машины с оторванными конечностями страдают повсюду. Это тёмное и угрюмое место, которое навсегда оставится в памяти после прохождения игры. На этом уровне вам приходится отбирать и без того угасающие жизни. Маркус ищет запчасти для починки самого себя. Изредка на локации есть сцены, где просматриваются отсылки к Библии. Единственный уровень в интерактивном кино про андроидов служит более качественным исполнением хоррор-жанра, чем многие игры целиком. Ну а мы просим подумать вас над тем, какие уровни из нестрашных игр вы считаете лучшими по части запугивания. Спасибо за просмотр и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok